Стоп, стоп, стоп. Рассказывайте. У нас все там саженцы я не беру. Я беру здесь. Там все зараженные чем-то, потому что они чернеют внутри. Вырастет лет 5-7 и начинает чернеет. Вы про яблони. А про все. И уже все. Уже все пошло. Да е-мое, да что ж это творится такое. Минусинская котловина. Лучшее место для садоводства. Было. А какие-то причины? А кто? Ученых-то не стало на опытном поле? Если какие-то вопросы будут, звоните. Так, вы поэтому к Сергею приехали, да? Да. А что говорят на опытном поле? А там ученых-то не стало. Там теперь одни любители. Да вы что? Все. Раньше же были и кандидаты, и там все было. Так, ну это для меня новость. Я все по привычке это. Нет, вот почему и катаемся. Вот смотрите, по яблоням я причину знаю. Сюда завезли болезни. Я ее условно назвал бактериальная болезнь, бактериальный рак. Но это слово раки применяют для устрашения. Ну, да, там тоже говорят рак дерево. Но они имеют в виду рак как болезнь грибная. А это неправда. Скороотечественная болезнь поразила Саиногор, Черемушки, Майну, Абакан. Вы заметите, я заметил как, осень, на рынках нет отечественных яблок, кроме ранеток. То есть все было уничтожено. Но вы еще добавили, давайте так, почему абрикосы что, тоже гибнут? Ну, у меня абрикоса нету, я не знаю. А, груши? А, груши мы только вот недавно. Ага. Вот груша разваливается изнутри вот так. Ну, она чернеет. У нее заболон растет, растет. Внутри изгнивает. Господи, спасибо, у нас с грушами хоть тишина, покой. Вот лучше я съезжу лучше в Антарктиду куплю чистые сорта, чем... Ну, понятно. Так, ну, вы меня, конечно, огорошили. Вот хорошее, хорошее дерево. Вот прям наслаждались этими грушами. А внутри вот он, пух, и все и развалилось. Начинает черно-черно, потом начинает пропадать. А это, растет же свеженько, ну, не успевает, а там... Ну, самое страшное, это то, что никто не собирается запретить эти импортные болезни. Это привезенные. Конечно, привезенные. Мы сколько лет здесь, 40 лет спокойно жили. С яблони выгружили. Или из-за Урала приперлили. Нет, из-за Урала нет. Там такие... Или из-за границы. Везде, где мороз, все было уничтожено до того. Все, что адаптировано, все прекрасно. Это с теплых районов. Наоборот, все. Это так же где-то гонконгский гриб, а мы с сибиряки умираем. Почему? Мы такие крепкие ребята. Нас мороз не берет. А вот привозная болезнь, тот же. Помните, гонконгский гриб? Канаду привезли. Давай канадцы, давай умирать. Это то же самое, что семья Агаповых в лесу. Геологи пришли, и они вымерли. Да, допускаю. А уже не скрывает это. Из вне, говорят, принесли. Они от простого гриппа повымирали. Вот и все. Все их не... Видам уже даже богульник слетет. Ну, Юра... А, богульник слетет. Вчера прививаю, замерз как собака. Раз, туча со снегом, как ух. Первого мая, представляете? У нас тоже был лохмутник еще в школу. Да, он везде шел. Но богульник еще не советовал. Даже не взялся. Это год такой. И это ваше счастье, хоть приживутся саженцы. Была бы вся жара, было бы намного хуже. А это вот у вас садовый или тоже вот сбор? Что? Откуда я знаю? Это покойный приятель откуда-то. Откуда-то привез. Нет, оттуда есть это, Радедон. Нет, нет, это гора, это чистый богульник. А куда он ушел? Ну, как? А, знаете, что я хотел спросить? Понятно, что не молодые, понятно, пенсионеры, понятно, не богатые. У меня есть две книги, печатные, железо, мои. Они вам очень нужны. Нет, пока я книги не могу. Ну, все понятно. Спросил на всякий случай. Один из десяти. Так же, как анекдот, когда женщину приглашаешь на это дело, от первой получаешь пощечину, от второй пощечину, а десятая – да. Вот так у меня с книгами. Ну, он был помоложе, я за книг мог все отдать. Теперь уже как-то это… Ну, понятно, но вы, это, восьмой или девятый, пока все отказываются брать, я говорю. Да у нас и финансы еще не такие. Да знаю я, я сам такой. А вообще книга что стоит? Сколько? Одна стоит тысячу рубля, вторая аж полторы. Давай за тысячу. Ну, смотрите, не пожалеете. Я клянусь богом, первая книга тысяча экземпляров продана, вот те, которые за тысячу, ни одного хмурого лица. Самая первая книга, которая, это, была тысяча пятьсот экземпляров. За эти годы ни один не сказал это. Сейчас принесу, сейчас подадим. Она уже в машине, а я езду, куда в огород пошла. Так, я даже не буду скрывать от тех, кто увидит, что я за тысячу заработал. Сейчас, секунда. Отключаю камеру, спасибо за доверие. Даже использую как рекламу книги. Нет, сейчас я буду книгу еще вручать под это. Хорошо. Я сбегаю. Ага, запись пошла, вторая часть нашего фильма. Поддержите пока все, вот эти. Почему? Пойдемте сюда. Во-первых, подарки. За участие в этом фильме. Так, где они сели? Это вам подарок. За то, что вы участвовали в этом. От меня подарок, это моя брошюра. Вот, ага. Так, теперь вам подарок. Вот это вот. Вот, вот это вот. Теперь, вы держите две книги, вы купили вот эту за тысячу рублей. Вот. Поверьте, если будете таким садоводом, как они, ну, как вы сказали, что они настоящие, значит, эта книга, лучше ее кому-нибудь подарить и даже не открывать. Почему? Я всегда говорю, садовод – это не профессия. Садовод – это диагноз. Ну да. Вот. А вот это на всякий судак, как нас послушают сотни тысяч людей, увидят это. Я просто говорю, я еще пытаюсь продавать вот эту книгу, это энциклопедия. Она заменяет все миллиарды книг, которые учат убивать деревья. Вот то, что вы рассказывали, то, что вы рассказывали, да, вот, это есть причины страшные, смертельные. Все, всем минусинском вы уничтожаете, я не говорю лично вы, большинство заражены вот этой страшной болезнью, что деревья неправильные и уничтожают, отрезая ветки. Они режут, 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 деревья мучаются и умирают. Да, они погибают. Так, поэтому вот эта книга, я уже вам не навязываю, вы так уже тысячу рублей оставили. Мы ее в следующий раз возьмем. Вот в следующий раз. А это я говорю всем. Мы осенью приедем. Это настоящая энциклопедия. Это красота у вас? Да. Это красота у меня. Только приезжайте в следующий раз. Осенью тоже саленцы покупают. А я с женщиной договаривался. Договаривались, потому что я люблю, если я тут буду, я люблю угощать. У меня груши отдают отдельные до 40 ведер. У меня абрикосы отдельные, не все, отдают до 40 ведер. Вы поверите? И большая часть из этого, вот они вот сейчас ходили же по саду, вы видели, тысячи костек лежат? Да, да, да. Вот так. Ну что, на этом закончим. И так еще раз, ребята. Которые так хладоносят груши, они здесь? Вот, хотите, вернемся, покажу. Это мы взяли. А, взяли груши? Вот как раз вот эти груши. Нет, грушу мы не взяли. Как это не взяли? А их, наверное, нет у них? Нету груш, мы взяли абрикосы, яблоки. А, взяли? Вот она. А ну-ка, груша сладчайшая. Вижу, вижу. Главное, обратите внимание, друзья, на упаковку. Вот. Это не рыночная с голыми корнями. Вот она груша. Вот она. А, вот она. Ага. Так, это память Яковлева. Это суперсорт, я называю. Одна из самых сладких. Ну ладно, я уже не собирался рекламировать саженцы. Моя задача вот, вот это вот. А вы спросили, вот эта красота, да, вот этот вот. У меня или не у меня. Я сейчас это дерево собрался выпиливать, чтобы молодежь посадить. И когда взял лесоруба, чтобы выпилить вот это дерево, что вы вот держите в руках, и еще 9 таких, я попал в аварию. Вот. Вот машина до сих пор с разбитым фарой, а я решил, что это судьба, мне нельзя, боюсь теперь выпиливать. Взял лесоруба, поехали выпиливать. Вот такие вот, в том числе вот этот вот абрикос, что вы держите в руках. Вот так. Ну вот это не закончил. А то дальше начинается спорная мистика. Ну, до свидания. До свидания. Спасибо за доверие, что поверили, что эта книга там стоит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!